В настоящее время проблем с приобретением посадочного материала винограда нет. Можно купить саженцы, черенки, но приобретение саженцев или черенков дефицитных гибридных форм, которые только недавно появились, иногда бывает довольно дорого. Поэтому выращивание саженцев из одноглазковых черенков наиболее экономично выгодно. Выращивание из одноглазковых черенков связано с более точным соблюдением режима выращивания, то есть соблюдение необходимой температуры, соблюдение необходимой влажности и остальных условий. Как подготовить черенки к проращиванию? Если это трех-четырехглазковые черенки, или вот как у меня здесь одноглазковые черенки, то после того, как вы достаете их с хранилища, ну у меня, к примеру, это был холодильник, я двое суток продержал их в мокрой влажной мешковине при температуре 10-15 градусов. Эти двое-трое суток необходимы для акклиматизации черенков. Затем после этого я вымочил черенки, трех-четырехглазковые погрузив в воду на одну треть, а одноглазковые полностью погрузив в воду и вымачивал их в течение двух-трех суток при температуре 18-20 градусов, то есть комнатной температуре. Последние сутки я добавил в воду, в которую вымачивал черенки, раствор гетерооксина. Вот, вы, кстати, можете увидеть сейчас слева вверху ссылочку на видео о приготовлении раствора гетерооксина. И вот сейчас я здесь набросал вам несколько рекомендаций о концентрации гетерооксина. Я еще в течение видео покажу вам этот листочек. Значит, акклиматизация, вымачивание и теперь мои черенки готовы к укоренению. Чем еще отличается укоренение, способ укоренения одноглазковых черенков от обычного? Тем, что эти одноглазковые черенки, если они нарезаны заранее на одноглазковые, они не могут долго храниться, даже в холодильнике. Дело в том, что запас древесины в них мал, невелик. И пластические вещества, питательные вещества черенка расходуются на дыхание его. Поэтому, если долго хранить такой черенок, то у него уже не остается сил на укоренение. Поэтому укоренять такие черенки нужно как можно раньше. Сначала расплавим парафин в банке, залив его пятком. Пусть парафин расплавляется и всплывает на поверхность. Пока парафин расплавляется, приступаем к посадке. Первый способ посадки одноглазкового черенка – это традиционный способ или традиционный метод. То есть вертикально. Вертикально в емкость с грунтом. Для этого на нижнем конце черенка наносим три продольных борозды. Эти борозды необходимы для того, чтобы в них появился и начал образовываться калус. Раневая ткань, из которого потом появятся корни. Нанес три борозды. Теперь есть такой способ задержки распускания глазка. Чтобы питательные вещества не расходовались на рост побега. Производят операцию, задерживающую распускание глазка. Для этого опускают на 1-2 секунды верхнюю часть черенка вместе с глазком в концентрированный раствор гетероуксина. Вот так. Раз, два. Достаточно. Опять же, вы можете посмотреть вот здесь. Концентрацию гетероуксина в растворе, которая необходима для этой операции. После того, как обработали верхнюю часть, промокаем ее тряпочкой и парафинируем вместе с глазком. Это, в свою очередь, также уменьшит вероятность скорого прорастания глазка и предотвратит иссушение черенка. В качестве емкости я взял обычный 500 граммовый пластиковый стакан. Проделал внутри отверстие и заполнил универсальным грунтом для рассады. Он довольно влагоемкий и достаточно воздухопроницаемый. Делаю в середине углубление отверткой и вставляю сюда черенок. Кстати, видите, на этом черенке нет нижнего узла. А корнеобразование наиболее лучше происходит именно на узлах. Поэтому в этом случае нам очень важно поддержание необходимой температуры. Температура должна быть в районе 24-26 градусов. Поэтому и стакан у меня не очень высокий, чтобы тепло снизу доходило до пятки черенка. Вот так вот я установил его и проливаю теплой водичкой, чтобы грунт хорошо обнял мой черенок. Этот стакан я могу поставить на теплый подоконник, обеспечить ему подогрев снизу. А сверху температура, соответственно, должна быть пониже, чтобы предотвратить скорейшее быстрое пробуждение глазка. Чем позже глазок тронется в рост, тем раньше у нас появятся корни на нижней части черенка. Следующий способ – это горизонтальная посадка черенка. Видите, он довольно коротенький. То есть нижняя часть черенка совсем короткая и ожидать здесь появления корней будет, возможно, проблематично. Поэтому мы посадим его горизонтально. Что мы с ним делаем? Точно так же, как и в предыдущем случае, наносим на нижней стороне черенка продольные борозды. Две-три борозды. Чтобы ускорить образование калуса, раневой ткани. И, соответственно, ускорить образование корней. Пробороздавали нижнюю часть черенка. Верхнюю часть черенка, а точнее сказать глазок, мы также на одну-две секунды погружаем в раствор, концентрированный раствор гетерооксина. Для того, чтобы задержать распускание глазка. Промакиваем его. И парафинируем. Но парафинируем верхнюю часть, половину черенка. В этом случае, вот таким образом. Вместе с глазком. Пол черенка так. И пол черенка так. Все. Нижняя часть у нас не запарафинирована. То есть, череночек готов к посадке. Для чего делаю сначала углубление в грунте. И погружаю в него череночек. И присыпаю грунтом. Практически оставив на поверхности только одну почку. Слегка проливаю теплой водой. Чтобы меньше влага испарялась, я накрою другой прозрачной емкостью. Вот череночек готов к укоренению. Я накрываю его. И вот такой вот аквариум выставляю на теплый подоконник. Но не забываю периодически снимать и проветривать. Чтобы там не появлялась плесень и грибки. Когда черенок укоренится, мы снимем видео и покажем вам. Продолжение следует...